МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. Посол Ирана в Дагестане Мухинди Санай и Владимир Васильев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Он решил не дожидаться участия управляющих компаний и благоустроил двор сам. Об инициативных дагестанцев расскажут наши корреспонденты. Сбор черешни в самом разгаре. Фермеры говорят о богатом и сладком урожае ягоды в этом году. Глава республики Владимир Васильев встретился с послом Ирана в России Мухинди Санай. Они обсудили расширение социально-экономического и научно-культурного сотрудничества. По словам главы региона, договоры, заключенные ранее между Дагестаном и Ираном, реализуются. Большой потенциал имеют торговые отношения между сторонами. Успешно осуществляется и взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса. В этом году в Иран было поставлено более 900 тонн дагестанской баранины. Стороны также затронули вопросы открытия прямого пассажирского и грузового авиасообщения «Махачкала-Тегеран» и совместной реализации проектов по части морского круизного туризма. Я полагаю, что то, что сейчас прозвучало, будет у нас прорабатываться. Мы со своей стороны, конечно же, будем взаимодействовать. Здесь присутствует наш министр транспорта, вице-премьер, который сегодня представляет и эту отрасль, Валерий Микрич, Мешка. Мы все будем работать в этом направлении. Благодарны за вашу позицию по развитию наших двухсторонних машин. Давайте мы активно включимся в эту работу, потому что встреча бизнеса Ирана и наша на площадке такой лучшей основой для дальнейшей работы. Благоустройство двора собственными силами. Следующий сюжет о жителе Дербента, который сам приводит в порядок свой подъезд и двор. Мавлут Мавлудов решил не дожидаться помощи управляющих компаний и самостоятельно привести окружающую территорию в надлежащий вид. Подробнее о герое нашего времени моя коллега Патимат Ханапова. Своевременно ремонт подъезда и уборка дворов. Для жителей Дагестана это поистине наболевшая тема. Так и у героя нашего сюжета Мавлуда Мавлудова. Мужчина делится устал каждый день проходить через мусорный двор и запущенный подъезд. И раз управляющие компании не берутся за дело, то инициативу он решил взять на себя. Побелку я здесь делал, я на пенсии, что в моих силах, а так очень грязно было, как его. И во дворе уборку делал, одному очень тяжело. Если мы все будем это делать, и во дворе порядок будет. Детям, я же вам говорю, некуда выйти. Живет Мавлуда многоэтажки на Агасиево-22, однако убирает он не только территорию этого дома. Еженедельно мужчина устраивает субботники на соседних улицах, на которых выполняет большой объем работы по очистке дворов. Мавлудын очень хороший человек. Он смотрит за этим домом, выходит, замечания делает, чтобы в подъезде было чисто. И очень хороший человек, уважаемый. Подъезд повелел за свой счет. Хоть даже здесь, в которой живут жильцы, не дают деньги, он от себя, от своего кармана все это делает. Побелел подъезд, покрасил лестничные перила, вымел окна и очистил дворы от мусора. Но на этом список своих добрых дел Мавлуд не собирается заканчивать. Он уже распределил, куда потратить свою следующую пенсию. Ну, мне много хочется делать, много не получается. Вот, а так сложа руки, сидеть не буду. Что-то надо делать. Я вам еще раз повторяю, рад свой желудок, не надо жить. Я хочу, чтобы теперь плитку тоже ставить. Плитка, то видите, как здесь страшное дело. Из своего кармана? Из своего кармана, что делать, а кто деньги даст. Собрать не могу. А ремонт будет через 15-20 лет делать. 20-15 лет ждать не нужно, чтобы чисто убран был. Мне за это платить не нужно, мне ничего не надо. Лишь бы что-то хорошее хочется делать. Стоит ли приучать управляющей компании к тому, что вы все будете делать самостоятельно, без их участия? Это уже совсем другая история. Понятно одно, активность Мавлуда-Мавлудова – это не только хороший пример для подражания, но еще и напоминание, что начинать надо в первую очередь с себя. По теме от Ханапова, Меседу Магомедова, Шахрудин Халида, в новости ННТ Дербент. В Буйнакском районе республики прошли командно-штабные учения по ликвидации посредствий условного землетрясения. Город выбран не случайно. Буйнакск является одной из самых сейсмоопасных точек республики. На месте были проведены аварийно-спасательные работы, тушение пожаров, демонтаж зданий, извлечение из-под обломков пострадавших, эвакуация населения района из-за опасной зоны в безопасные места. В ходе командно-штабных учений была также применена авиация МЧС России, отработано тушение пожара, возникшего в результате условного землетрясения с помощью вертолета Ми-8. Всего в учениях были задействованы более 1400 человек и 344 единицы техники. Вчера студенты, сегодня специалисты. Выпускники гуманитарно-педагогического колледжа получили дипломы. Особую атмосферу этому торжественному вечеру придало присутствие муфтия Республики Шейха Ахмада Афанди. В адрес будущих учителей, программистов и дизайнеров звучало много теплых слов и добрых напутствий. В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании получили 70 выпускников. 15 из них окончили учебу в ВУЗе с отличием. Давайте поприветствуем специалист по социальной работе. Особенность нашего ВУЗа заключается в том, что вместе с образованием наши студенты получают духовно-нравственное начало, духовно-нравственное воспитание, что немало важно в формировании личности. Позади 4 года учебы и практика, какой будет взрослая жизнь, ребята задумываются уже сейчас. Магомед Расулов успел найти себе работу по душе. Он будет преподавать в начальной школе. В этой непростой профессии нужен особый подход к каждому ученику, рассказывает выпускник. Был ученик, который не признавал учителя, у него есть классный руководитель. Но потому что я пришел в лице как мужчина, он ко мне начал относиться совсем по-другому. Он относился более уважительнее и попытался войти ко мне в доверие, со мной стружиться. Я тоже это понимал и каждый раз пытался его вовлечь именно в учебу, потому что у него очень хорошо получалось именно учиться, но у него была тяжелая дисциплина, очень была тяжелая. Теплых воспоминаний у ребят будет еще много. Большая часть из них продолжит учебу в высшем учебном заведении. Впереди у них каникулы, а уже после они с новыми силами откроют другую страницу своей биографии. Для дагестанских фермеров лето поистине горячий сезон. В равнинной части региона уже идет активный сбор черешни. Урожай выдался отменным, сладкая ароматная ягода пользуется спросом не только в республике, но и за ее пределами. О сборе черешни в сюжете Карина Баталовой. В нашей солнечной республике черешневые сады занимают тысячи гектар. Ягоде идеально подходит местный климат, поэтому дагестанские ученые активно изучают ее и стараются улучшить. Полем для их деятельности служит этот производственный участок дагестанской селекционной опытной станции, на котором сейчас продолжается уборка урожая. Мы как научная организация имеем сорта собственной селекции. В дальнейшем, где я планирую высадку нового участка интенсивного типа, мы планируем заокулировать наши сорта. И уже будем закладывать сад с нашими собственными сортами, которые проявили себя. На 15 гектарах сада выращивается черешня районированных сортов – дагестанка, берикет, наполеон, черный и розовый, и драгана желтая. Платы этих сортов обладают хорошими вкусовыми и товарными качествами. Главное – соблюдать в саду график агротехнических мероприятий. У нас какая вкусная, хорошая черешня. Приходите, покупайте. Чистая, полезная, без удобрения. Эти люди приехали на подработку из Буйнакска и близлежащих сел. Они заняты уборкой черешни сорта «Наполеон» с 6 утра и до вечера, в зависимости от погодных условий. Наедаемся вдоволь, домой берем тоже, в семье попробовать покушать. Такого плана нет, сколько всего есть, столько собираем. Заказы много, люди не жалуются на вкус нашей черешни. Так что мы работаем довольны. Так что приезжайте к нам черешню кушать. В этот день за продукцию приехал и предприниматель из Северной Осетии Геннадий Баратов. Он реализует черешню на рынках городов Сочи, Анапы и Краснодара. Эту черешню уже лет 7 ввожу отсюда. Хорошая черешня, экологически чистый продукт. Смотрю, блестящий товар. На побережьях ввожу я каждый год. Нормально. Всегда удачно продается, люди довольны. По мнению специалистов, в настоящее время в нашей республике повысился интерес к закладке интенсивных черешневых садов. В некоторых районах есть хорошие примеры. И это обстоятельство со временем, конечно, положительно отразится на объемах валового сбора ягоды. Карина Баталова, Шахрудин, Халидов, телеканал ННТ, Буйнакский район. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...